Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим упражнения на ноги. Эти упражнения мы будем выполнять с гантелями. У меня гантели небольшие, вот такие вот. Если у вас есть больше, килограмм по 10-15, будет вообще отлично. Я буду показывать с маленькими, которые есть. Я не тренируюсь дома, поэтому у меня нету. Я одолжил эти гантели у друга. Всё, друзья, поехали. Первое упражнение. Первое упражнение – это стандартные приседания. Мы берём наши гантели вот таким вот образом, кладём их вот так в руки, как будто на плечи. Ноги ставим на ширине плеч. И опускаемся мы медленней, поднимаемся мы быстрее, резче. Смотрите, как это выглядит. И не забывайте на усилии делать выдох. Усилие – это когда вы вверх поднимаетесь. Смотрите. Так как мы делаем с гантелями, не с большим весом, нам нужно приседать очень глубоко, на максимум. Если вы делаете, конечно, с большим весом, со штангой, то приседайте, как вам удобно. Если с маленьким весом, нам нужно прорабатывать эту мышцу очень тщательно. Мы приседаем очень глубоко. В этом упражнении я советую делать 5 подходов по 15-20 повторений. Второе упражнение у нас, друзья, будут выпады с гантелями. Встаём в исходное положение. Потом одну ногу выкидываем вперёд. Вот таким образом. Оп! Вторая нога сгибается в колене и практически касается пола. Мы растягиваем максимально наши мышцы. Поднимаемся обратно. И выкидываем вторую ногу вперёд. Оп! И также растягиваем мышцы. И обратно. Оп! И снова. Оп! 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 В этом упражнении, если вы делаете его после того, которое я показал первым делом, тут нужно делать 4 подхода по 12-15 повторений. Друзья, я в зале сегодня качал ноги, поэтому вы не обращайте внимания. Я могу немного косить. У меня ноги забились вообще ужасно. Вот. А видео-то надо снимать. Так, переходим к третьему упражнению. Итак, друзья, в третьем упражнении нам понадобится какая-то возвышенность. Это может быть стул, скамья, диван. Желательно повыше. Вот такая высота подойдёт вполне. В этом упражнении оно называется подъёмы на скамью. Ну, или на стул, неважно. Назовём подъёмы на стул. Значит, становимся в исходное положение. Опять же, на усилии мы делаем выдох, когда поднимаемся. И делаем немножечко порезче. Смотрите, как это выглядит. Сначала прокачали одну ногу, потом вторую. Если у вас, конечно, есть гантели побольше, то это будет эффективнее, значительно. С маленьким весом не особо эффективно. Особенно, когда после зала пришёл и убил уже свои ноги. Снова делать упражнения на ноги – это вообще убийственно. Еле по лестнице даже поднимаешься, да, после зала, вы знаете. Вот, а тут надо делать упражнение ещё. Так, переходим к следующему упражнению. Четвёртое, да? Четвёртое упражнение. Для этого упражнения нам тоже понадобится какая-то платформа, возвышенность небольшая. В этом случае у меня будет толковые слова русского языка. Больше ничего не нашёл. Они делают всегда очень толстые такие книги. Вот. И она отлично подходит для нашего упражнения. В этом упражнении, друзья, мы будем качать икры. Для этого берём гантели наши в руки. Встаём вот в такое положение. Наши носочки будут на книге, на возвышенности. Пятка у нас будет внизу. И мы поднимаемся таким вот образом. Оп. 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 Книга нам нужна для того, чтобы больше амплитуды была. Чтобы у нас больше амплитуды было действия наших мышц. Чем она больше, тем они лучше прокачиваются. Это всем известно. Делаем таких где-то упражнений 4 подхода по 20-30 раз. Зависит, конечно, от веса. С моим весом можно и 100 раз сделать. Но если вы возьмёте килограмм по 15, то 30 раз вполне хватит, я думаю. Вот таким вот образом, друзья, мы запацали на все наши мышцы ног упражнения. На квадрицепсы, на бицепсы бедра, на икроножные мышцы прокачиваем дома с гантелями. Ещё раз повторяю, если у вас есть большие гантели, у меня есть одна большая гантеля, но одной маловато, нужно две, чтобы не перевешивало никуда. Вот такие две гантели, и всё будет отлично. Вы прокачаете любую мышцу с гантелями дома, и не надо в зал ходить, честное слово. Ну что же, друзья, что можно сказать? Упражнения хорошие, эффективные. Толковый словарь русского языка тоже очень эффективный. Он помогает не только слова, какие-то обозначения слов найти, но также помогает в упражнениях для наших икроножных мышц. Так что этот словарь нельзя выкидывать, он пригодится везде. А на крайняк, если у вас какой-то новый словарь появится, то этим можно топить печку пару дней. Хотя я не знаю, у меня печки нет, но может на пару дней хватит, не знаю, не важно. Короче, друзья, спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут ещё очень интересные видео, очень-очень интересные. И вам, естественно, понравится. Ладно, всё, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok